Добрый день, мои зрители! Сегодня на стадионе в Куритиба у нас состоится матч группы Е. Она у нас стартует. Сегодняшним днём Франция против Гондураса. И вот в рубрике «Свои прогноз» я вам попытаюсь сейчас представить этот матч. Играть я, естественно, буду за французов, потому что после вчерашнего моего прогноза на матч Коста-Рика-Уругвай мне, конечно, уже не хочется говорить о том, что всё-таки Гондурас – это, наверное, тоже одна из самых слабых команд этого турнира, так как я вчера был неосторожен сказать подобное про Коста-Рику, но вы видели, наверное, что Коста-Рика устроила с Уругваем. И теперь в группе «Смерти» всё запуталось очень-очень сильно. И, конечно, у англичан, которые вчера проиграли, к моему сожалению, и у Уругвая в следующем матче между собой решится судьба этих двух команд. Кто победит, тот ещё продолжит борьбу за выход из группы. Ну ладно, сейчас о квартете Е. Пока гимны. Марсельеза французская звучит. Ну и гим Гондураса, не знаю, как он называется. Да, у Гондураса обратил внимание, что очень-очень какая-то эмблема такая оригинальная. Ну ладно, считается Гондурас у нас одной слабейшей командой, конечно, турнира. Вот. И всё-таки из козырей только физическая мощь, характер да опыт некоторых лидеров. Например, такой есть Паласиос и Фигероа. Они поиграли у нас в английской премьер-лиге. А вот технические и тактические части у подопечных Суареса куда значительно хуже. Интересно поговорить, конечно, нам о Франции. Вот составы сейчас видите на ваших экранах. Последние годы, что ни крупный турнир, то скандал внутри команды. Помянуя об этом, тренер Дешам не взял у нас Бразилию на Сри. И сказал, что при этом футболист сильный. Но я не поставлю Самир в состав. Он может подорвать микроклимат в раздевалке. Вот такая вот ситуёвина. Мы начинаем. Французы с центра поля. Поехали. Варан с мячом. Бульбуйна. Потихонечку будем сейчас состав Франции изучать. По ходу этого матча мы все прекрасно знаем, что французы потеряли одного из своих ключевых игроков. Это Франко Рибери. Но не долечил он травму своей спины. Также не поехал Монданда. Вратарь Марцеля повредил себе шею. И Гранье. Игрок Леона беспокоит болью паховых мышц. Вот такие потери есть у французов. Но в любом случае и вроде как без Рибери. Французы неплохо смотрелись в товарищеских матчах перед турниром. Кстати, обратил внимание, на этом стадионе какая-то уникальная камера. Чуть выше она смотрит, чем обычно. Так вот, трехцветные у нас Норвегии четыре раза забили. Восемь раз поразили ворота Ямайки. И Парагвай у него с ноги один-один. Ну а Гондурас у нас сначала проиграл Курции. Потом из Курции 2-0. Потом Израилю. Потом Израилю он проиграл у нас 2-4. И в условиях грозы и ливня отстояли нулевую ничью с англичанами. Да. Поэтому Гондурас-то может с более-менее сильными командами играть. Посмотрим. Уже ничего не хочется говорить по поводу прогнозов. Понятно, что Франция фаворит в этой встрече. Но я уже упомянув вчерашний матч. В Пустырике всем казалось, что Парагвай это супер-фаворит этой встречи. Но нет. Не так оно. Сейчас у Бензимы был хороший момент. Не смог он пробить. Точнее мяч не долетел до ворота, попал в своего же игрока. Французы у нас, если кто-то не помнит, через стыковые матчи пробивались в финальную часть чемпионата мира. Извиняюсь. Так вот, в этих стыковых матчах они играли со сборной Украины. И, конечно, сборной Украине сейчас бы чемпионат мира не помешал, учитывая то, что у них в стране происходит. Как-то, может быть, сплотило бы это народ. Хотя, с другой стороны, может быть, и не до футбола было бы в сборной Украине. Но, в любом случае, украинцы неплохо провели первую встречу у себя дома, обыграв французов со счетом 2-0. И показал всем, что, в общем-то, вопрос должен быть решен. Там просто во Франции нужно эту преимущество удержать, что украинцам не удалось сделать. И французы со счетом 3-0 эту встречу выиграли. Вышли на чемпионат мира. Теперь все ждут от французов хорошего выступления на чемпионате мира. Ой-ой-ой, выход 1 на 1 у нас получается сейчас у Гондураса. Вот так вот. Ничего большего не произошло. Замучили это, а в сайде уже? Третий, по-моему. Ох ты, как бензимаш этот мяч пропустил. Давайте, ребята, где отбор? Где отбор? Нам нужен мяч. О! Кто-нибудь еще у Гондураса мяч не возьмет. Я, кстати, вчера у Ругвая выиграл у Коста-Рики. Причем выиграл достаточно много. Кто не видел, посмотрите. На канале. Так вот. А Гондурас, мы что, французов не обыграем, что ли? 24-ю минуту мы еще ни разу ворот не поразили. Хорошо. Вот сейчас, может быть. Куда аж так сильно-то, а? А, мяч у французов остался. Подачка! Не дошла она до своих. Да что ж такое-то. А вот и этот Поласиас. Человек, который поиграл. В английском, например, лиге, который сейчас ошибся. Но не настолько критично. Как могло бы случиться. Вот здесь хороший пас от Бензимы. И надо забивать, конечно, 1-0. Дрюзман забил гол. Это тот человек, который в итоге, по-моему, попал в заявку сборной Франции. Уже не с самого начала. Под вопросом было его появление. Ну вот, в итоге, играет в основном составе. Ну, продолжаем. 1-0 французу впереди. Да что ж такое-то, я извиняюсь. Голоса у меня нету. Вчера накричался. На матче Англия с Италией. К сожалению, все оказалось бессмысленно. Англичане все-таки уступили. Хотя они неплохо играли. Это не должно мне, как говорится, не радовать. Хороший дальний удар, но здесь хватает на месте. Надо мне, наверное, водичку попить. К сожалению, сейчас нет такой возможности. Может быть, перерывы дойду за стаканчиком. Так, ну что. Эндурас пока у нас, кроме того выхода 1 на 1, который оказался абсолютно бессмысленным, ничем не выделяется. Французы тоже не сказать, что сумасшедший какой-то футбол показывают. Хорошо, классный подкат сейчас был. Можно попробовать уже начинать свою атаку. Вот, неплохо, неплохо. И перевод туда, да. Вот так вот, пошире поля надо использовать. И хороший удар. Ух ты, какой момент сейчас был у сборной Франции. Чуть мимо штанги мяч прошел. Продолжают тут французы фрессинговать на чужой половине поля. Вот сами передачи ошибаются. Оп. Хорошо. Неплохой выход к обоей. Надо пробить, конечно, поворотом. Мяч вроде летит в створ ворот. Но нет. И свисток тут же. Арбитра. Первый тайм у нас к концу подошел. 1-0. Франция впереди. Пока минимальное преимущество. Но по игре, конечно, видно, что все-таки это команда фаворит играет. Ладно, момент смотреть не будем. Продолжим. Второй тайм. С центра поля Гондурас начинает. Замен пока ни у кого не было. У нас, как обычно, замены в середине второго тайма. Будут, обязательно будут. Я уже несколько себе наметил. Так же в этой группе у нас играет Ух ты, ух ты, какой момент. Сейчас может получиться и неплохо. И удар. И опять вратарь сборной Гондураса спасает свою команду. В общем-то, казалось бы, практически не минуемого гола. Но нет. Ну что, Бензима? Что, Бензима? Бензима никак. Швейцария и Эквадор в этой группе играют. И чуть пораньше этот матч у нас сегодня будет. На него я уже не успеваю записать прогноз. Ну, я думаю, на самом деле не сильно много валенщиков в нашей стране найдется этим командам. Ой-ой-ой, Бензимашечка не попадает в дальнюю девяточку. А можно было бы чуть мимо мяч пролетел. Так вот, в 8 вечера швейцарцы начнут играть. А уже в 23.00 по московскому времени вот этот матч стартует. Чуть позже... Чуть позже уже и Аргентина начнет. Ну, хорошая передача на Бальбуину. Что ж такое-то? Наверное, все-таки не очень хорошая была передача. Раз быстрая Бальбуина даже до этого мяча добраться не смог. Сахо против игрока Гондураса. Подачка. Французы отбились. Так, ну нет, я не верю в то, что Франция всего лишь один мяч добьет в сегодняшней игре Гондурасу. Должно быть побольше забитых мячей. Да куда же ты, Бензимаби, не бежишь-то вообще? Нарушение правил со стороны, причем французов, как я понимаю. И здесь пора замены делать, и я тоже буду делать замены. Да-да-да-да-да-да-да-да. Останавливаем мы игру. И Бензима. Никчемный Бензима. Пока что в этой игре. Идет у нас отдыхать, потому что у нас есть Оливье Жиру. Вот. Вот. Выпустим мы еще сейчас Сисоку. В центр поля. Вместо Матюиди. Пускай Пагба еще поиграет. Ну, а в остальном, наверное, не знаю. Ну, не знаю. Ну, Рэми может. Давайте Рэми выпустим. Ну, да. Вот сюда. Вот так вот я решил. Давай, арбитр, делай замены. Сразу тройная заменка у сборной Франции. 64-я минута. 1-0 пока. Всего лишь 1-0. Ну, может быть, французам и не стоит в первом матче сильно выкладываться. И какой-то не очень крупной победы будет предостаточно, но все-таки для своих-то болельщиков можно подарить праздник и забить побольше. Кондурасы так счастливы, что они попали от мира. Главное, как же говорится, не победа, а участие. Только договориться для тех, кто не выигрывает или не претендует на эту победу. Вот, как раз-таки Гондурас, я думаю, к этим сборным относится. Хотя, еще раз повторюсь, после вчерашнего матча в Порто-Рике представляете, финал чемпионата мира Гондурас-Поста-Рика. Ах, как вам? Такая вывеска. Много интересных зрителей наберет этот финал. Еще один классный момент я опять упустил. Дальше, что ж такое-то? Гондурас неплохо мяч держит. Здесь заброс на Бальдуину, но он нифига не может до мяча добраться. Жиру, я тебя что выпускал? Чтоб ты хоть раз поворотом бы ударил. Ты не бьешь. Удья свистит и показывает, что французы в очередной раз нарушили правила у нас. Да, так все французы опустились. Вот эта манера компьютера держать мяч, меня он начинает потихонечку раздражать просто. Каждый раз записывая видео, я понимаю, что ну, как-то не играет компьютер, что ли, в футбол. Он как Барселона мяч, блин, держит только и все. И поделать с этим ничего невозможно, самое главное. Замучили они с заменами своими поодиночечке. Валасий вот уходит. Хорошо. Ну, мы будем убегать в атаку. Да что ж такое-то? Ни одна передача нормальная не доходит. Хорош. В классном прыжке сейчас француз до мяча дотянулся. Ну и все равно владение мячом Гондураса, и они продолжают трессинговать. Франция продолжает пытаться в контратаках играть и вообще мне это непонятно. Да что ж такое-то, ай, ну, ни одна передача проникающая не идет в ту зону, куда надо идти. Да вы идите же на мяч. Идите же на мяч уже. Ой-ой-ой, какой ужасный матч я провожу. Просто просто ужас. Ну вот сейчас, вот сейчас, вальбуина. Ну пробить, ну забить же. Да что ж такое. Ай, ой, какой ужасный. Я понимаю, нет, ну, не хочу в очередной раз отмазываться, но действительно очень много проблем создает джойстик PlayStation 3. это ужас какой-то. Говорил, блин, надо покупать на Xbox эту игру. Просто невозможно играть. Либо пора PlayStation 4 уже брать. Но ее нету, этой игры на PlayStation 4, поэтому приходится мучиться. 1-0 всего лишь я победил. Думаю, что все-таки французы побольше сегодня мячей забьют в ворота Гондураса. Но у меня такой проблем. Ну что, завтра сравним, как говорится, что в итоге. Все, спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok